6 лет назад Найджел Петри не мог избавиться от одной мысли. Три года он в голове прорабатывал все шаги, которые бы превратили эту мысль в реальность. Два с половиной года назад, благодаря тяжёлому труду, настойчивости, мастерству и упорству, этот воображаемый проект вырвался из его головы и оказался в его руках. То, что ещё недавно считалось недостижимым, быстро стало реальностью. Но мечта Найджела была ещё не полностью воплощена. Ему нужно было погонять. Шанс погонять на своей мечте выпал на World Time Attack 2013 года, проходившем в Сидней Моторспорт Парк. Это одно из самых крупных автомобильных соревнований в Австралии. Найджел Петри, компания Ingeniered to Slide Сегодняшний день означает конец постройки и начало управления мечтой. Кажется, что на достижение этого момента ушли многие годы. Ну, так на самом деле и было. Я представлял свою первую нормальную поездку, видя 40-50 кругов по Сидней Моторспорт Парку. Я просто хочу туда съездить, открыться и позволить всему моему труду засиять. Теоретически всё должно сработать идеально, но ведь постоянно терзают сомнения, никогда не зная, что произойдёт на самом деле. Но тут больше приятного волнения, нежели нервов. Как только надеваете шлем, всё меняется. И вы просто хотите гонять на 100%. Я очень механически ориентированный человек. Когда я на чём-то еду, я это чувствую. Надеюсь, что всё, что я сделал, будет отлично работать. Думаю, все активные участники в мире автоспорта, и которые возят свои машины на сходки, знают весь геморрой, через который приходится пройти в начале выходных. И сейчас не исключение. КОНЕЦ СВИЧНИК СВИЧНИК Бинго! Получилось! СВИЧНИК 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 Попытаюсь привести в чувство Помучиться придется ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Честно говоря, особо уверенности не прибавляет Когда тебе ехать целый день А то, что ты везешь, даже не подает признаков каких-то Заведется оно вообще или нет На самом деле, я уверен, что это какая-то мелочь с электрикой Когда доберемся до места, в четверг Подключим ноут к мозгам и посмотрим Знаете, я тут могу сидеть в конце уикенда Либо весь в слезах Либо ощущая себя таким счастливым Каким я еще никогда не был Сомневаться начинаешь с самого начала Думаешь о первой полноценной поездке О встрече с другими Мне уже стало легче, так как это произойдет Следующие несколько дней Можно потом пересказывать будет Так что скрестим пальцем Мечтай, строй, гоняй Перевод группы BMI Russian Когда я впервые начал строить машину Я подумал, что хочу поделиться тем, что я делаю Но в то же время подумал, что то, чем я занимаюсь Немного эгоистично У меня немного больше возможностей, чем у других Люди мне говорили, что у них все получается Просто благодаря купленному сварочному аппарату Они начали делиться тем, что они чем-то занимаются Главное создать что-то Если постоянно думать, что у вас ничего не получится То вы никогда ничего не сделаете Делайте, как я Купите пулю Попытайтесь мечты превратить в реальность Чтобы в жизни было хоть какое-то движение Меня самого вдохновляют Вдохновленные чем-то люди Думаю, хорошо, если хоть один человек Оторвет задницу от стула и пойдет в гараж Это действительно того стоит Я прекрасно помню момент Начала постройки Тогда я думал, что многие вещи Которые я все-таки сделал Сделать не удастся Тогда это казалось просто невозможным Но люди на самом деле невероятно находчивы Глаза боятся, руки делают Да, были некоторые проблемы Но мне удалось достичь многих вещей Хотя я думал, что у меня никогда это не получится В процессе постройки этого корча Это был урок Урок первых тяжелых испытаний И решения проблем Приходилось экспериментировать Находить какие-то обходные Или более легкие пути Главное, чему я научился Достижимо все Если немного над этим подумать Лично я в это верю Всем сердцем Я столько раз задавал себе вопрос Что я вообще делаю Зачем я это делаю На этом я же не заработаю Я это делаю не для того, чтобы стать знаменитым Я это делаю не для чего Я просто считаю, что мне это нужно сделать Моя постоянная работа все это покрывает Есть более расслабляющие вещи На которые я могу потратить деньги Но я выбрал вот такое вот занятие Думаю, это делает меня мной Я через столько уже прошел Было столько боли Столько раз приходилось что-то выдумывать Но в то же время было много и приятных моментов Которые все это окупают Я много раз швырял гаечные ключи Когда ничего не получалось Просто кругами ходил Со стороны кажется, что это лишняя головная боль Но на самом деле были прикольные моменты Когда люди видели эту машину И начинали улыбаться Они это ценили Я со всеми общался Были взлеты и падения И по-моему, это придает жизни красок Если у вас нет взлетов и падений То вы толком и не живете Полезно через все это пройти Больше трех лет назад И за много лет до этого Я думал об этом проекте Еще задолго до его начала Вы постоянно думаете, как машина будет ехать Вы делаете очень много шагов к тому Чтобы сделать ее хорошей Чтобы убедиться, что геометрия подвески И используемые детали двигателя Будут надежны Я достиг кучи воображаемых целей Во время постройки этого проекта Осталось только одна Погонять Я имею в виду Погонять не просто по прямой А подрифтить А это построить машину с нуля Способную выдерживать Такие нагрузки Такого в мире еще не делали Думаю, завтра можно будет поставить галочку Этой последней цели, которая мне не дает покоя Времени будет не очень много Учитывая, что завтра тренироваться будут 32 машины Я просто заберусь у нее Сделаю, наверное, всего полуразогревочных круга И примусь за дело Я очень этого жду Жду, когда смогу поехать на все 100% Поехать так, как я хочу Ну и посмотрим, получится ли это у меня В общем, скрестим пальцы Сидней, Австралия 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 Мы с Брайаном этим утром на свежую голову после хорошего сна подумали, что возможно полный баг что-то сделал Может образовалась воздушная пробка или что-то типа того Немного повозившись, проблему мы вроде бы нашли Слили немного бензина, попробовали завести, но пока все еще не работает Все проверил, похоже, искры нет вообще Наверное, уровень напряжения высок как никогда Не хочется приезжать на трек с проблемой, которую даже не знаешь, как исправить Ну, надеюсь, что все будет хорошо, посмотрим как пойдут дела Завелась, вроде Сидней, Австралия Сидней, Австралия World Time Attack Тренировочная сессия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тренировочная субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тренировочная субтитров 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 А.Кулакова Продолжение следует... Я просто вылез из машины, и до меня тут же дошло. Накрылась третья передача, и я убил движок. Ну и просто закатил машину обратно. Я просто торчал от удовольствия, полученного ранее. Чувствовал, как работает машина, и получал удовольствие. Ну а теперь вот это произошло. Я ночами не спал, пытался подготовить машину, чтобы все смогли на нее посмотреть. Я порадовал всех несколькими хорошими кругами, повеселился на машине, но не получилось. Это очень обидно. Я думал, что в этой машине никогда третью передачу не сломать. Я специально использовал нормальные, возможно, имеют в виду стоковые детали, чтобы они продержались подольше. Мне много что есть показать людям. Чувствуется, что многие в эти выходные приуныли. Много кто пришел посмотреть на то, как ты ездишь. Я знал, что будет большое напряжение, большие нагрузки, но думал, что это переборю, и никогда не думал, что она сломается. Так, тачка сломалась, но хоть выглядит еще хорошо, но я-то здесь не для того. Я строил машину не для того, чтобы на нее просто смотрели. Это очень обидно, я очень устал. Завтра будет новый день, есть шанс ее починить, но... Честно говоря, даже возиться не очень хочется. Столько трудишься, и в итоге приходишь к тому, что... Я просто хочу вернуться домой. Субтитры создавал DimaTorzok Пятничное утро. Ну, я вообще не очень хорошо спал этой ночью, устал немного. Я не так сильно воодушевлен, как был вчера. Это обидно, ведь я все время ее строил с учетом надежности. Использовал все проверенное, и надеялся, что детали, которые я использовал все эти годы, будут работать лучше, чем они должны, но этого не произошло. Такой вот был план для машины, и уже в первом заезде все пошло не так, как планировалось. Ну, и что мне делать? Просто поменять коробку? Скорее всего, так будет повторяться снова и снова. Да. В общем, это просто не сработало. Очень обидно. И исправить проблему не получится. Если я поставлю еще одну коробку от RB25, она, скорее всего, тоже крякнет. А следующий шаг, ну... Эта коробка стоит полторы тысячи баксов, а следующая с ценником около десяти тысяч баксов. Поменять-то коробку нетрудно, но... Движок внутри тоже получил повреждения, и вмешательство предстоит серьезным. Так что посмотрим. World Time Attack, Сидней, Австралия World Time Attack, Сидней, Австралия Сидней, Австралия World Time Attack, Selli Продолжение следует... 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 Шанс поездить на своей мечте для Найджела выпадет в Новой Зеландии. Найджела пригласили на Foyn Rotary Nationals 2014, который проходит в Окленде. Он будет там особым гостем и сыграет большую роль в этом соревновании. Джилонг, Австралия. После World Time Attack прошел уже месяц, и Сиднее вернулся в более-менее нормальном настроении. Все прошло, конечно, не так, как я планировал, но в целом выходные получились неплохими. Я хотел привезти этот Hi-Lux туда и дебютировать, и дебютировать идеально, но план сорвался. Но, думаю, машина от этого только выиграет. Я нашел предел используемой стоковой коробки, и сейчас я проапгрейдился по-крупному. Я буду использовать коробку QAQQB69G, и она выдержит в районе 750 лошадей, хотя сейчас около 350. Я сделал самую трудную для замены часть, просто неубиваемой. Все остальное трудности не должно вызвать. Теперь я полностью уверен в коробке. В Новой Зеландии это пригодится. Все, кто использовал этот карабас, давали намного большую нагрузку, нежели буду давать я. И приятно осознавать, что детали тебя не подведут. Я вполне уверен в живучести двигателя, и отремонтировал все последствия того перекрута. Думаю, это к лучшему. Это меня ничуть не расстраивает. Всегда приходится учиться. И сейчас все исправлено. Мы его поставим и скрестим пальцы. Надеемся, будет нормально работать при поезде за границу. Я всегда это делаю. Процесс работы в Engineering to Slide, это его компания, видимо. Когда все закончено, можно расслабиться и сделать пару фоток. Ну, а потом приступать дальше. Сделать парочку напоминаний о том, чего я добился. Помнится, вначале я делал фотки на телефон и выкладывал на Blogspot. И народу нравилось то, что я фотографирую. Тут так же, как и с Корчем, со временем все хочется сделать лучше и лучше. И фотографии это тоже касается. Хочется научиться снимать лучше. Улучшить качество. И дать людям хорошее представление о том, что происходит. Я вырос не на интернете. Я не увлекался до... Даже... Не знаю. Пока не перевалило за 25, наверное. Я не очень много постил в интернет. Не видел в этом смысла, но всегда смотрел, чем занимаются другие. Особенно в Японии и в других странах. Это позволяет расширить горизонт и понять, чем занимаются другие. И это как бы дает вам мотивацию. Ты словно переживаешь вместе с теми, кто тебя вдохновлял. Прикольно сесть за компьютер и найти таких же воодушевляющих личностей. Посмотреть, чем они занимаются. Надеюсь, что выложенное мной в интернет даст людям представление того, чем занимаюсь я. Надеюсь, это отразится на сообществе, которое мне так помогло. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сегодня утром уехали из Сиднея. Сейчас везем Хайлюкс к Докам для отправки в Новую Зеландию. Я был очень счастлив, когда погрузил его в трейлер. Я ждал отпуска. Я хотел поехать в Новую Зеландию и снова со всеми встретиться, поездить на нем. Будет весело. Будет весело. Сидней, Австралия. Это были годы одиночества. Я все выкладывал в интернет и получил огромную поддержку от вас, но в общем я был с гаражом наедине. Сейчас ситуация сравнима с получением водительских прав, когда ты впервые выезжаешь в город. Я могу пообщаться с людьми, показать им, что я создал. Буду надеяться, что все пройдет по плану. Потом я смогу лететь в Новую Зеландию и сделать все, что запланировано. Я буду очень рад при всех сдернуть накидку вечером, показать шоу в субботу и поучаствовать в драге воскресенья. А потом мы приготовим пикап для отправки в понедельник. Именно этого жду. Вся эта работа ради возни в понедельник. Это будет самое тяжелое испытание для машины. Все эти три года были приготовлением к этому. Окленд, Новая Зеландия. Это наша первая большая поездка в этом году. Я очень счастлив быть тут, в Новой Зеландии, и рад, что пикап сюда добрался. Все это время меня терзали сомнения. Пикап плыл на судне из одной страны в другую. Никакой гарантии, что он выкатится на той стороне, не было. Узнать, что он сюда добрался, прошел таможню, и карантин было весьма приятно. В этой игре очень много неизвестных. Есть построенная с нуля машина, построенная мной. Я старался все предусмотреть и убедиться, что ничего не пойдет как-то наперекосяк. Но деталей-то много. Тут есть люди, которых я лично не знаю, и которые все организовывают. У нас есть съемочная команда. Все это должно сработать вместе, чтобы то, что мы планировали, совершилось. Многое, что надо сделать без ошибок, чтобы все получилось нормально. По-моему, в последний раз я пикап видел в 2013, когда он работал как часы после достройки и настройки. Ну, я рад, что он вроде на ходу. И вот мы прилетели, готовы поехать, чтобы его увидеть. Я его заведу, чуть-чуть погазую, гляну под капот, чуть-чуть под настрою. Я хочу убедиться, что все работает нормально. Для этого у нас есть несколько дней до трек-дней, собственно. Вся мелочевка до этого момента может быть исправлена. И я уверен, что он не подведет. Я уверен, что люди, которые занимаются необходимыми работами, которые надо сделать на этой неделе, тоже не подведут. Будет весело. Это будет безумная поездка. Это будет минус, это будет коей-дной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Денёк сегодня получился весьма тяжёлым. Я скрестил пальцы в надежде, что всё пройдёт удачно. Скорее бы, день закончился. Надеюсь, я всё правильно сделал. Многие люди заплатили весьма солидные деньги, чтобы услышать историю создания этого пикапа, увидеть разное, что я ещё не выкладывал. И это хороший шанс показать все накопленные съёмки. Народу это очень интересно. Примерно через час начнётся прямая трансляция, и я буду стоять на сцене, а передо мной будут сидеть все эти люди. При подготовке слайдов я старался не слишком много личного туда выкладывать, иначе тем, кому это неинтересно, просто заскучают. Ну, частичку себя я всё-таки постарался туда вложить. Надеюсь, трансляция получится интересной, она всем понравится, все весело проведут время, и хорошо, они отзовутся. Вечер премьеры. Фоинд Ротари Нейшнлс 2014. Мне очень понравилось сделать презентацию, хотя было очень трудно. Я организовал слайды, но речь ни разу не тренировал. Она была написана, но я ни разу не тренировался, как её произносить. Было очень приятно встретиться с людьми, которые за всем этим следят. Они потратили солидные деньги, чтобы приехать сегодня, посмотреть мой пикап и выслушать историю создания. Мы собрали его на глазах у всех, несколько часов тусовались, потом отвезли пикап в холл, где будет проходить шоу. Приятно тут на нём поездить. Сейчас он тут стоит, ждёт завтрашнего шоу. Не могу дождаться встречи со всеми на шоу тут, в Новой Зеландии. Каждый вечер, подводя итоги, я понимал, что всё прошло по плану, или даже лучше. Лучше быть не может. Не могу дождаться завтрашнего дня. Фоинд Ротари Нейшнлс автошоу Вот мы и на месте. 7 утра, мы на Фоинд Ротари Нейшнлс. Прошлой ночью была презентация, так что приятно взбодриться и расслабиться, посмотреть, что сделали эти безумные товарищи за последний год. И всё это представлено в этом холле. В Новой Зеландии очень большое разнообразие автомобилей. Мне всегда это нравилось. Тут есть шоу-кары, что-то типа крутого стенса. Тут есть настоящие гоночные машины, дрифтовые, дрэговые. Тут есть даже алтскульные. И всё это в одном месте. Сегодня хороший шанс побродить тут, пофоткать, наслаждаться и готовиться к завтрашнему дню, когда будет драк. Будем готовиться к предстоящему. Я оценю автомобили всех типов. Отец был любителем V8, и я понимаю машины в таком стиле. Есть много видов тюнинга. Думаю, каждый из них имеет право на жизнь. Они все дают вам какую-то мотивацию, чтобы сделать в вашем проекте что-нибудь аналогичное. Приятно посмотреть на всякое такое разное. Новая Зеландия расширяет горизонт автомира. Приятно видеть, как кто-то что-то реализовал. Говоришь про себя, не думал, что это так можно сделать. Приятно посмотреть на разные варианты и оценить труд, который люди вложили в свои машины. Люблю машины, созданные в стиле своей эпохи. Мне нравится стиль, в котором машины доводят до состояния, как будто они только что сошли с конвейера. Я не большой фанат ставить огромные колеса на старое авто и обливать их какой-нибудь переливающейся краской. Я больше люблю, когда их оставляют в первозданном виде. Меня всегда привлекали старые автомобили, которые поддерживаются в оригинальном состоянии. И вот очень хороший пример этого. Примерно так она бы выглядела, если бы сейчас сошла с конвейера. У старых автомобилей есть своя история, и важно ее не потерять. Надо просто оживить машину при помощи любви и заботы. Только посмотрите, слишком круто сделано. Где расписаться? На капоте, будьте добры. Офигеть! Это лучшее. Сколько времени на создание ушло? Около четырех месяцев. Потрясающе. Тут все есть, поверить не могу. Просто невероятно круто. Огромное тебе спасибо, здорово получилось. Спасибо. Меня, честно говоря, это даже немного ошарашило, все было на месте. Люди тратят четыре месяца на создание реплики пикапа. Это реально круто. Круто. Новая Зеландия очень гостеприимная. Приятно, когда тебе вот такие вот мелочи встречаются. Гулял тут по шоу и наткнулся вот на такую штуку. Кто-то создал Хайлюкс гольфкар и ездит на нем по шоу. Тут стоят оригинальные детали от Хайлюкса. Крылья, бампера. Они только подрезаны, чтобы влезли. Светодиодные поворотники. Давлю безумно. Это следующий уровень. Дамы и господа, мы с гордостью представляем вам компанию Engineering to Slide. Проект в стиле пикап. Найджел Петри, давайте похлопаем! Когда я решил строить Дрифт Корч, я черпал вдохновение и мотивацию со всего мира. У вас тут очень крутые мини-пикапы. То, как вы строите свои машины, дрифтовые тачки, все остальное. Новая Зеландия дала мне много в плане мотивации. Машина тут, на этих выходных. Это просто потрясающе. Приятно находиться тут и... Да, в общем, я построил тачку с нуля в своем гараже. Это заняло приблизительно два с половиной года. Я наконец-то ее доделал и привез сюда, в другую страну. И это потрясающе. Воскресное утро. День Драга. Мы едем на Мэри Мэри Рейсвей. Мы находимся примерно в 50 километрах на юг от Окленда. И сейчас довольно рано. Думаю, мы уже должны быть там, но мы только полпути проехали еще. Каждое утро хочется поспать подольше, но у меня есть и обязательства. Меня все там ждут, ждут моего заезда. Я, честно говоря, немного устал. Но мы это сделаем. Это нужно сделать для завершения всего дела. Мы сделали уже половину того, что нужно сделать на этой неделе. Презентация проведена. Получилось очень здорово. Шоу вчера прошло очень хорошо, и сегодня нам надо проехать на Драге. Потом надо подготовить машину к заездам по треку во вторник. Если сегодня что-то пойдет не так, у нас будет время на починку в понедельник. По завершению текущего дня я хочу сказать, что сегодня машина работала отлично. Я хочу просто получить удовольствие на Драге и показать всем, на что способны пикапы. Таков план на сегодня. Не рисковать и провести тест для заездов во вторник. Фоинт Ротари Нейшнлс. Шоу дрэговых машин. Фоинт Ротари Нейшнлс. Шоу дрэговых машин. Фоинт Ротари Нейшнлс. Шоу дрэговых машин. Мы занимаемся в идеальном состоянии для вторника. Во вторник произойдет самое главное. Сегодняшняя задача заключалась в доставке машины сюда, чтобы показать толпе, что она прекрасно работает. Немного бернаутов поделать, проверить тачку, ну и подготовить её к вторнику. Сейчас в воскресенье, у нас будет понедельник, чтобы подготовить машину в случае надобности. Хороший шанс проехать и проверить новую коробку. Нестись по этому Дрэк Стрипу просто невероятно На Которе я разогнался до 180 Так быстро я на ней еще не ездил Я уверен в машине, мне нравится, как она едет Скоро вторник, и я весьма счастлив, потому что могу завтра взять выходной Я могу начать сосредотачиваться на вторнике, чтобы все прошло как можно лучше Все разбито по дням, прям как при постройке Думаешь о том, как выходные пройдут, думаешь обо всем, что может пойти не так Надо перестать думать об этих кусочках, это реально изнуряет Я попытался разбить все на дни, и каждые 10 минут я думаю, что могу сделать для достижения положительного результата Начиная с ночи пятницы, через субботнее шоу и заканчивая сегодняшним днем на Дрэге Я проехал по Дрэкстрипу трижды, машина отлично функционирует, и я в предвкушении вторника Жду того момента, как доберусь до трека и воплощу то, о чем уже многие годы мечтал Камптон Даунс, трек-день К этому моменту меня привели усвоенные уроки, полученные при постройке предыдущих проектов Я всегда думал, что это будет показывать, кто я такой, и быть частью меня Я через столько уже прошел, думаю, сегодняшний я совсем не такой, каким я был два года назад Каждый раз, когда я на нее смотрю, каждый раз, когда я на ней еду, она для меня кажется не просто машиной Это путешествие сделало меня лучше, чем я был, и я буду помнить это до конца жизни Я буду помнить это все за instantaneous overseя Я всегда ожидаю Продолжение следует... 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 Продолжение следует...